Всем привет! В прошлом видео я не зря говорил о знающих. Как чувствовал? И вот сегодня мне пришел в лич вопрос, а точнее замечание. Суть его в том, что я построил очередную самоубийственную машину. Ну как, деревянный фланец использовать нельзя ни в коем случае, а крепить круг таким способом это просто самоубийство. В принципе я не хочу ему ничего доказывать. Я уверен в том, что я делаю. Конечно, можно было подвести это все под технический расчет, посчитать момент инерции. Но мне это не нужно. Кому нужно, пусть тот и рассчитывает. А я просто покажу наглядно, что происходит в том случае, если круг по какой-то причине слетит. Ну скажем, если забыть установить шайбу, которая держит круг. Значит, станок у меня стоит на верстаке высотой почти метр. Пол у меня бетонный, поэтому на пол я положил несколько латексных подушек от старого кресла. Круг я просто надеваю на фланец, причем надеваю как попало. Зажимать я его не буду. Единственное, что прищеп я прижал в станок. Ну и теперь демонстрация. Во-первых, круг ничем не зафиксирован, но слететь он и не стремится. Но мы ему поможем. Это был первый дубль. Теперь сделаем еще один. Опять надеваю круг от руки. Даже чуть криво. При том, что сначала, когда я ставил круг, после того, как я его зажал шайбой, я его ровнял алмазной правой. А сейчас у него есть дисбаланс. Попробую его надеть чуть по-другому. Ну что ж, поехали. Не очень-то он хочет слетать. Опа. Ну что, еще один дубль. Ох, как хорошо бьет. Ну, надеюсь, уже после этого у диванных хомячков не останется контраргументов. Вот такое вот видео на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Я не обижусь. У меня будет еще один повод снять очередное видео. Ну и пишите комментарии, добавляйте видео себе, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Всем пока.